А тем временем Чувашия готовится к проведению регионального этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2014». Ежегодный праздник спорта состоится в ближайшие выходные 2 февраля. Напомню, право проведения этапа «Лыжни» Чувашия получила в 2005 году. За это время количество участников гонки значительно выросло. Планируется, что в этот раз на лыжные старты, которые будут организованы во всех городах и районах республики, выйдут более 40 тысяч человек. Центральный старт неизменно состоится в столичном парке культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксар. Именно сюда, в национальном костюме и с раритетными лыжами, в руках придет и самая верная участница «Лыжни» – 82-летняя Вера Орлова. Песни собственного сочинения Вера Орлова поет о том, как здорово бывает прогуляться на лыжах с ветерком. Самые первые деревянные лыжи смастерил ей отец. Вспоминает, встал на них, как только научилась ходить. Теперь она по праву считается лыжницей со стажем. Ее знают не только в городе, но и в республике. Пенсионерка ежегодно принимает участие во всероссийской лыжной гонке, начиная с 2004 года. Каждый раз выступает в составе сборной команды Ленинского района Чебоксар. И каждый год перед соревнованием она облачается в национальный чувашский костюм. Вот и в этом году решила не изменять традиции. В молодости каждому сшили шубу, чтобы девушка вышла замуж, у нее была обязательно шуба, такая красивая, чтобы это сшитая. И вот, чтобы их не списать полностью со счета, я хотела просто показать. У меня шуба сохранилась. Я чувашки вот эти омавшие, свадебные одежды все одела. Но я вышла, потом уже сейчас я не одеваю ей всегда, но фартки поменяю, платки поменяю каждый год. Это, ну, хочу, чтобы было родное праздник. Вера Афанасьевна признается, что чувствует себя прекрасно. А вот сын все же беспокоится о ее здоровье. Пытается умерить ее прыть. Правда, безуспешно. А ей вправду дома не сидится. Активистка по жизни Вера Орлова принимает участие не только в лыжне России, но и в других спортивных соревнованиях, которые организует администрация Чебоксар. И каждый раз ее появление в национальном костюме не остается незамеченным. Галина Титарчук, Оксана Александрова, Николай Яковлев, Республика. К слову, вместе с Верой Орловой в Чебоксарах в прошлом году на старт вышли более 12 тысяч горожан. Организаторы рассчитывают, что на этот раз любителей зимних видов спорта соберется больше. В этом году всероссийская массовая гонка «Лыжня России» посвящена предстоящим 22-м зимним Олимпийским играм в Сочи и носит название «Олимпийская лыжня России». Ожидается, что на старт в этом году по всей России выйдут около 400 тысяч лыжников в 71-м регионе страны. По сложившейся традиции, этапы «Лыжни России» пройдут во всех городах и районах республики. Центральный старт неизменно состоится в столичном парке культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксар. Гостей и участников «Лыжных стартов» ждет культурно-развлекательная программа. Для обеспечения безопасности в парке организуют три пункта бригад скорой помощи. По всему маршруту будут работать точки раздачи бесплатного горячего чая. Регистрация участников пройдет в день старта с 8 до 11 часов. Подать заявку можно и заранее. Сегодня в районных администрациях города и на стадионе «Олимпийский» специалисты по физической культуре начали выдавать шапочки и нагрудные номера. Гонка по традиции начнется ровно в полдень и станет 10-й в регионе и 32-й в стране. Главным судьей «Лыжней России» в Чувашии будет чемпион зимней Олимпиады 1972 года в лыжной эстафете Владимир Воронков. В целях безопасности 2 февраля с 9 до 16 часов в Чебоксарах в районе проведения массовых стартов будет ограничено движение транспортных средств. Продолжение следует...